В эфире Народные новости в студии Евгения Байбикова. Здравствуйте! В начале выпуска его основные темы. Жди меня и я вернусь. Семьи героев СВО пригласили на фотосессию. Отстояли Ежовку. В Ковылкинском районе удалось остановить пол травы прямо на подступах к населенному пункту. От сердца к сердцу. В преддверии дня донора сотрудники Росгвардии сдали кровь. Две площади и две дороги в Тенгушевском районе началось запланированное на 23-й год благоустройство. В Отяшевском районе новые руководители. Константин Николаев больше не исполняющий обязанности. На внеочередной сессии Совета депутатов Отяшевского района его единогласно избрали главой муниципалитета. Всего на должность главы было три претендента. Директор Отяшевской школы Геннадий Москаев и замдиректора Чамзинского центра занятости Александр Зозин. Константин Николаев с 10 февраля назначен на должность первого заместителя главы Отяшевского района. Затем его назначили исполняющим обязанности главы муниципалитета. Глава республики Артем Сдунов поставил задачи перед новоиспеченным руководителем Отяшевского района. Среди них контроль налоговых отчислений, привлечение новых инвестпроектов и большая инвентаризация имущества. Кроме того, предстоит участие в федеральном проекте «Стимул». Плодотворная работа ждет в сферах здравоохранения и образования. Это ремонт районной больницы, решение вопроса с аварийными ФАПами, также капитальный ремонт нескольких школ. Большой сюжет о событии смотрите в следующих выпусках «Народных новостей» пока к другим темам. Просто ты умела ждать, как никто другой, самые верные, заботливые, любящие женщины в объективе мордовских фотографов. Жены, матери, сестры и дочери участников СВО присоединились к масштабному всероссийскому фотопроекту «Семьи героев». Их мужчины сейчас далеко, однако на снимках будто обнимают своих любимых. За процессом и результатом съемок наблюдала наша съемочная группа. Тихий фронт и самый надежный тыл. Эти женщины – образец стойкости, мужества, внутренней силы и любви. Съемка стала вторым этапом всероссийского проекта. В прошлый раз на фото запечатлели жен и матерей бойцов. В этот раз на кадрах все женские половины семей военнослужащих. На их хрупких плечах военная форма родных мужчин. Это будто объятие сквозь расстояние. Фотопроект поддерживает семьи мобилизованных, добровольцев, контрактников. Помогает женам обрести себя, поверить в себя и замыкаться в себе. Это самое главное. И китель несет в себе сакральную мысль. Все-таки, посмотрите, он тяжелый, на вид иногда грубоватый. Но когда женщина одевает его, она чувствует себя под защитой. В некоторых семьях на передовой находится сразу несколько мужчин, выполняют боевые задачи по защите своей родины. А их женщины безмерно гордятся своими отцами, сыновьями, братьями и мужьями. Ждут и поддерживают на расстоянии. На снимках разные судьбы и истории. Вот фотографу позирует Татьяна. Ее сын с первого дня находится на СВО. Женщина признается, материнское сердце не может биться спокойно. Каждый день она волнуется и переживает о своем мальчике. Однако понимает, по-другому сын поступить просто не мог. Он у меня сильный, мужественный, очень добрый, отзывчивый. И он бы не остался в стороне. Испытываю чувство гордости за сына. Он у нас герой. Мы верим в него, ждем и любим. А это Марина и ее дочери Алина и Анастасия. Отец семейства находится на СВО с января. Несмотря на сложные задачи, стоящие перед ним, он находит время радовать родных женщин. Не забывает уделять внимание, проявлять заботу и любовь. «Жди меня, и я вернусь». Пожалуй, эти строки Симонова для семьи имеют особое значение. Ведь их боец и сам поэт. На передовой пишет любимым стихи, которые греют их сквозь расстояние. Жена и дочери, в свою очередь, безмерно гордятся мужем и папой. И с нетерпением ждут встречи. Чувство того, что мой муж защищает наш мирный сон. Пишет стихи мне оттуда. И я в ответ тоже пишу в поддержку всех жен и матерей стихи. Всегда говорит, что «Жди, молись, я вернусь». Ждем, молимся, верим. Я очень горжусь своим папой, очень сильно его жду. И мы все его ждем домой. Он мне прислал подарок на 8 марта. Было очень трогательно. Всего второй этап проекта собрал 17 прекрасных сильных женщин. Его завершением станет фотовыставка получившихся кадров. Ее приурочат к символичной дате – Дню Победы. Ирина Радайкина, Сергей Соколов. Народные новости. Сплоченности грамотные действия помогли избежать большой беды и спасти село от пожара. Происшествие едва не случилось в Ежовке Ковылкинского района. Согласно поручению главы Мордовии Артема Сдунова, в муниципалитете налажена система ежедневного мониторинга ситуации с палом сухой травы. Очередная инспекция подтвердила – такие меры принимаются не зря. В ее ходе обнаружили возгорание в непосредственной и очень опасной близости от населенного пункта. Подробности в сюжете. Эти тревожные столбы дыма недалеко от села Ежовка сотрудники Ковылкинской районной администрации обнаружили во время ежедневного объезда населенных пунктов. Ситуацию мониторят в том числе с использованием коптера. Аэроинспекция позволяет оперативно осмотреть окрестность размахом на большие территории. Глава Мордовии Артем Сдунов поручил руководителям районов усилить контроль за ситуацией на своих территориях. Поэтому такие проверки на Ковылкинской земле проводятся в обязательном порядке каждый день. Вопрос держит на личном контроле руководитель муниципалитета Игорь Бутяйкин. После звонка в пожар на спасательные службы ему первым сообщили о надвигающейся беде. Он поспешил немедленно приехать на место. До приезда огнеборцев местные жители с помощью подручных средств удерживали пламя. И слава богу, что все получилось. Сегодня чуть-чуть мы деревню не потеряли. Чуть не сгорела деревня. Я не знаю, как еще говорить, как обращаться. Протокол у него сейчас оставили, сейчас будут рассматривать. Ну, ситуация повторяется почему-то. Сейчас, я не знаю, какие-то меры по фургатуру, будем обращаться в фургатуру. И в этой части, чтобы, наверное, вплоть до ответственности уголовной, если это возможно, применять. Локализовать пожар жителям Ежовки помогли сотрудники одной из дорожных компаний. Они ремонтировали участок дороги поблизости от села. На место возгорания прибыли и два пожарных расчета. Именно они полностью потушили огонь. Напоминаем, что с 14 апреля на территории Мордовии действует особый противопожарный режим. Разжигать открытый огонь, сжигать мусор, разводить костры и поджигать траву запрещено. Сжигание мусора в бочках, сжигание мусора в ямах – все запрещено. Даже если при вас имеются первичные средства пожаротушения, вода, огнетушители. Постановление об особом противопожарном режиме полностью запрещает пользоваться открытым огнем. За нарушение правил пожарной безопасности установлена как административная, так и уголовная ответственность. Работу по профилактике и предотвращению пожаров в Ковылкинском районе будут продолжать. По указанию Игоря Бутяйкина, уже на протяжении нескольких дней его заместители и руководители сельских поселений мониторят закрепленные за ними участки. Глава района и сам осматривает территории. Именно этот подход и помог предотвратить большой пожар в Ежовке. Ковылкин приехал к администрации. Да, да, да. Спасибо большое. Спасибо. Одну пожарную, вторую вызвали. Мы, знаете, как испугались. Прям дрожь не знаем какая, не знаем куда бежать. Это вот хорошо еще днем, а ночью что? Сгорим все и все. Спасибо, спасибо главе нашему Ковылкинского района и сельским главам. Всем-всем большое спасибо. МЧС и все. Юлия Мамаева, Максим Бекеев. Народные новости. Ковылкинский район. Долгожданное благоустройство стартовало. В рамках федеральной программы формирования современной городской среды в Саранске приведут в порядок 10 дворов. Какие именно, расскажут мои коллеги. То, что буквально 5-10 лет назад можно было назвать современным ухоженным двором, сейчас явно нуждается в реконструкции. Время берет свое, детские площадки изнашиваются, урны для мусора ржавеют, дорога покрывается ямами. Видеть свой двор уютным и аккуратным хочет каждый. Именно поэтому территории для благоустройства выбирали сами жители. Общественная комиссия рассмотрела все заявки и выбрала 10 дворов, особо нуждающихся в ремонте. Однако степень износа – не единственный критерий. Подать заявку может каждый, но преимущество получат те, кто исправно оплачивает услуги ЖКХ. Еще один важный аргумент – активное участие самих жителей в определении судьбы и дальнейшем преображении двора. Это будет полностью заменено асфальтное покрытие, лавочки, урны, также детские площадки будут в нескольких дворах, в территориях организованы, в зависимости от того, что просили жители. Во дворе номер 24 по улице Пушкина работы уже кипят, а ремонт остальных девяти дворовых территорий начнется в ближайшее время. Напомню, в этом году в рамках программы формирования современной городской среды в Саранске будет обновлен внешний облик дворов домов номер 5 и номер 12 по улице Семашко. На Лямберском шоссе преобразится двор первого корпуса дома номер 5. На Марино-Росковой облагородит двор домов номер 23, 25 и 27. Дождется перемен и территории у 232-го корпуса дома номер 35 по улице Мордовской. Также в списке первый дом по проспекту Ленина, 31-й по проспекту 50-летия Октября, 95-й по проспекту 70-летия Октября и 78-й по улице Косарева. Все работы должны быть завершены к 30 июля. Ирина Суконкина, Сергей Соколов. Народные новости. Обновленные дороги и общественное пространство появляются не только в столице региона, но и в глубинке. В Тенгушевском районе сезон строительных работ уже стартовал. За несколько месяцев здесь планируют преобразить две площади. Кроме того, по госпрограммам отремонтируют столько же дорог. Где грядут изменения, узнала наша съемочная группа. Ямам на улице Веденяпина в Тенгушево остались считанные недели. В ближайшее время сюда подъедет дорожная техника и начнется большой ремонт. Работы будут вести на двух участках. Первые 200 метров до пересечения с улицы и колхозной, и еще 500 от этого же перекрестка. Новый асфальт уложат в рамках федеральной программы содействия. Всего в Тенгушевском районе в этом году она поможет привести в порядок две дороги. В селе Нароватова, дорога улица 1-го Майя, и в селе Тенгушево улица Веденяпина. Также за счет муниципального дорожного фонда мы произведем отсып ущебнем двух дорог местного значения. В селе Старокачеевка, деревня Красный Яр. Общая протяженность тоже около двух километров. В Токушево тем временем постепенно меняет свой облик центральная площадь. Рабочие убрали старые и больные деревья, завезли строительные материалы, на очереди укладка брусчатки. На площади создадут несколько зон для отдыха, где можно прогуляться, заняться спортом или посмотреть концерт под открытым небом. Здесь высадят новые деревья, установят спортивную площадку, создадут аллею славы. От памятника проложена будет брусчатка 6-метровой ширины, 40 метров длины. Слева, справа от нее будут кирпичные стены из колотого кирпича. На них, соответственно, будут гранитные плиты, где будут увековечены наши земляки, участники, вернувшиеся с победой Великой Отечественной войны. На самом памятнике будут установлены 4 гранитных плиты, метр на 70 сантиметров, где будут обозначены погибшие наши земляки, такушевцы, в количестве 160 человек. Новый облик центральной площади в Такушево можно будет оценить уже в середине лета. Ее благоустроят в рамках программы комплексной развития сельских территорий. По условиям, помимо работы подрядчика, требуется трудовое участие сельчан. С этим проблем не возникло, помогать вызвались минимум два десятка человек, в том числе руководитель местного Дома культуры. В проекте будет там еще эстрада, а эстрада тоже летняя эстрада, это как бы по моему направлению, да, вот, поэтому будем помогать ее строить тоже. Ну, надо трудоучастие-то уносить, а то ж как же, надеемся, что будет дальше-то развиваться наше село. Новое общественное пространство появится и в Барашево. На месте развалим бывшего хлебоприемного пункта будет полноценная зона отдыха со сценой, фотозоной, лавочками, аллеей и освещением. Наша изюминка – живая елочка. Живая елочка, мы ее посадим, это будет ближе к осени, потому что лучшая приживаемость. У нас здесь более 1850 квадратных метров твердого покрытия, это брусчатка, почти 1900 квадратных метров. Брусчатка у нас идет три цвета, это белая, серая и коричневая, более 400 квадратных метров, точнее 412, около этого где-то, асфальтного покрытия. Работа на площади началась две недели назад, завершить благоустройство планируют до конца лета. У нас получается вертикальная планировка уже проведена, были заложены уже закладные под освещение, планируемся, теперь уже завезено материал под твердое покрытие, именно брусчатка, бордюра. Площадь преобразится в рамках программы формирования комфортной городской среды. В прошлом году местные жители сами решали, какой из двух объектов в Барашево больше всего нуждается в благоустройстве. С 15 апреля жители республики вновь выбирают объекты для благоустройства. На сайте 13.городсреда.ру можно проголосовать до конца мая. Ольга Данилова, Александр Овчинников, Народные новости, Тенгушевский район. 19 апреля в Государственном собрании республики прошло заседание Координационного совета по демографической и миграционной политике. На повестке дня было два основных вопроса. Участники совещания рассуждали о внешней и внутренней миграции в регионе. Затронули и вопрос трудоустройства выпускников средних и высших образовательных учреждений. По состоянию на 1 января 2023 года в Мордовии проживает чуть более 771 тысячи человек. Это на 10 тысяч меньше, чем к началу года 2022. На заседании Координационного совета речь шла о том, как исправить тенденцию. Отдельное внимание участники уделили вопросу внутренней и внешней миграции. Один из пунктов, который мы сегодня можем с вами решить, это в результате правильной миграционной политики. Миграционной политики привлечения трудовых ресурсов, которые необходимы, конфицированных рабочих ресурсов, которые необходимы на развитие нашей экономики, на решение тех насущных проблем, которые сегодня и в промышленном, и в сельском хозяйстве, особенно в строительной отрасли. С точки зрения демографии, миграция – фундаментальный механизм. Однако регулировать потоки все же можно. Важно следить за ситуацией и выстроить грамотную миграционную политику. Согласно статистике, в 2023 году на территорию республики въехало более 2000 иностранных граждан. 55% из них – трудовые мигранты. Как правило, это уроженцы Узбекистана, Туркменистана и Азербайджана. С целью учебы в этом году в Мордовию въехало 900 студентов. Большая часть из Индии, Туркменистана, Ирана и Таджикистана. С Нового года для студентов, иностранных студентов проживает на территории республики порядка 2500. Введен новый статус – это разрешение на временное проживание в целях получения образования. Практически, представлено на три месяца, 80 заявлений уже было подано. То есть студенты заинтересованы в данной госуслуге, в данном статусе, хотят получать разрешение на временное проживание. Соответственно, будем надеяться, что это не только ради статуса, но и для того, чтобы в дальнейшем, отучившись в нашей республике, получив высшее образование, остаться, стремиться получить гражданство, получить работу. Важная задача – работать с каждым приезжим студентом индивидуально, максимально социализировать их и вовлекать в общественную жизнь региона. В этом направлении ведется большая работа. Шла речь на заседании и о трудоустройстве выпускников республиканских вузов и СУГЗов. Также у нас в прошлом году был создан стратегический совет при университете. Одним из вопросов у нас является именно трудоустройство. То есть наши индустриальные партнеры, по сути, это наши заказчики. Они нам говорят, что, собственно, потребности, что им нужно. И мы конкретно подготавливаем студентов под различные целевые, так скажем, направления. Также у нас есть еще и, ну, проводится и индустриальный туризм среди студентов, когда наши студенты могут выезжать на различные практики к нашим партнерам, на различные стажировки, а также просто познакомиться с деятельностью того или иного предприятия Республики Мордовия. В завершении встречи Владимир Чебиркин отметил сильные и слабые стороны работы за прошедший период и наметил планы работы Координационного совета Республики по демографической и миграционной политике на 2023 год. Ирина Суконкина, Александр Овчинников. Народные новости. Национальный день донора ежегодно отмечается 20 апреля по всей стране. В преддверии этого праздника в рамках ведомственной акции «От сердца к сердцу» сотрудники Росгвардии 19 числа отправились на станцию переливания крови. Подробности в сюжете. Сдавать кровь – важная миссия. Каждая донация – это помощь людям, которые стоят на грани жизни и смерти. Переливание необходимо пациентам с онкологией, с заболеваниями крови, пострадавшим при авариях и несчастных случаях. Поэтому снижение ее запасов – серьезный фактор риска для медиков и их пациентов. К счастью, желающих пополнить банк крови в Мордовии достаточно. Донор приходит на станцию переливания крови и сдает цельную донорскую кровь, которая затем перерабатывается на компоненты крови, непосредственно необходимые для терапевтического лечения пациентов, находящихся в больницах Республики Мордовия. Нельзя представить себе ситуацию, когда не было бы донорской крови, и эта помощь была бы не оказана. На станции переливания крови всегда есть запас необходимых компонентов крови. Это и клетки крови, это и плазма, и тромбоциты. Сотрудники Росгвардии – надежные партнеры и друзья службы крови. Несколько раз в год они принимают участие в донорских акциях, заражая своим примером других. 19 апреля они также решили помочь пополнить запасы медиков. Для многих бойцов Росгвардии такие акции уже привычка. В помощи людям они видят свое предназначение. В данной акции, принимая участие уже первый раз, я считаю, что это мой долг – оказывать помощь людям. Каждый донор приносит пользу обществу, помогая кому-то в выздоровлении, а может даже и спасению их жизни. Анастасия Кулагина – Народные новости. Большая уборка в Саранске. 19 апреля в Пролетарском районе прошел массовый субботник. К акции «Чистый город» присоединилось более 500 школьников со светотехстроя. Как очищали лесопарковую зону, расскажут Ирина Суконкина и Екатерина Геранюшкина. Целый месяц и стар, и млад готов убираться в родном городе. 19 апреля десант чистоты состоял преимущественно из светотехстроевских школьников. Их в лесопарк Пролетарского района пришло целых 500. В центре внимания оказались парк культуры и отдыха и прилегающая к нему лесополоса. С инициативой проведения субботника выступила администрация Пролетарского района. Сегодня с утра выходили ребята с техникумов, строительный, автомеханический техникум, порядка 100 человек было. И школы, у нас среднеобразовательных школ в районе 11. Ребята изъявили желание, и чем ближе к природе, чем чище она, наверное, там для них тоже познавательно. На свежем воздухе в компании одноклассников большая уборка не в тягость, а в радость. А окружающий ландшафт тем временем прямо на глазах становился чище. Хоть участники акции пока еще совсем юные, на большую уборку родного города выходят не впервые. Совсем недавно мы с классом убирали школьную территорию и решили, что мы тоже должны помочь городу в уборке леса. Поэтому мы решили пойти на субботник. Я считаю, что чисто не там, где убираются, а так, где не мусорят. Я часто гуляю в этом парке и замечаю, что здесь очень много мусора. Я хочу, чтобы здесь было чисто, и я люблю свой город. Нужно собирать мусор, чтобы улицы нашего города были чище, чтобы экологические проблемы были меньше. Я решила прийти на субботник, потому что я очень люблю свой город и хочу, чтобы он всегда оставался таким же чистым. Посвятив несколько часов такому благородному делу, каждый накрепко запомнит. За чистотой нужно следить всем вместе. Эти подростки сами уже никогда не просят на землю мусор. Да и другим готовы подать хороший пример. Для лесопарка же этот субботник лишь часть первого этапа запланированных мероприятий. Вторым шагом будет очистка от сухостоя и уборка аварийных деревьев. Ирина Суконкина, Екатерина Геромешкина. Народные новости. Памятник живой природы Дуб Петра Великого поселился в Ботаническом саду имени Ржавитино. Подарк саду и Музей изобразительных искусств имени Эрзи преподнесли в честь пятилетия Культурно-выставочного центра Русского музея. Культурно-выставочный центр – значимое для Саранска места. В этом году он празднует свое пятилетие. Наряду с реализацией выставочных проектов здесь организована работа виртуального филиала и ресурсного центра. Также проводятся различные лекции, семинары, мастер-классы и многое другое. Открывались мы замечательной выставкой Николая Рериха. И, конечно, в 2018 год был Чемпионат мира по футболу. И все это было эпохальное, скажем, такое событие. И вот пять лет мы работали совместно с Русским музеем, проводили огромное количество стажировок, методических занятий, конференций, круглых столов. Вот сегодня у нас как раз прошел круглый стол, где мы, в принципе, подвели итоги пятилетия, наметили планы на будущее. К юбилейной дате со дня открытия культурно-выставочного центра Русского музея приурочили целый ряд событий. Одно из них развернулось в Ботаническом саду имени Ржавитино. Гости из Петербурга привезли в Саранск саженец дуба Петра Великого. И совместно с коллегами из Саранска высадили его на Мордовской земле. К слову, для региона 13 это уже второй памятник живой природы Петровского времени. Сородича этого, пока еще маленького растения, в 2021 году посадили возле главного здания Музея изобразительных искусств имени Эрзи в рамках масштабного проекта Русского музея Всероссийской дубравы императора Петра Великого. Русский музей реализует эту акцию уже несколько лет. Называется она «Всероссийская дубрава императора Петра Великого», поскольку дуб находится на территории летнего сада, летней резиденции Петра Первого, а сегодня летний сад, Михайловский сад и зеленые территории также входят в музейный комплекс Государственного русского музея. В настоящее время наряду с Мордовией подобные центры открыты еще в пяти городах страны. Все они служат неким культурным мостом между Санкт-Петербургом и регионами России, позволяя делать искусство, а также историю интереснее и доступнее для широкого зрителя. Дарья Баронина, Народные новости. Время выбирать вкусное к столу. На этот раз знакомая многим та самая рыба представляет широкий ассортимент продукции «Базар Дивный Дар». Чем готовы порадовать покупателей и какие изыски можно приобрести, расскажет Валерия Новикова и Станислав Семин. Покупатели уже знакомы с товарами выставки «Та самая рыба». В этот визит в Мордовию они готовы не только предстать новым названием «Базар Дивный Дар», но и порадовать жителей широким ассортиментом продукции. На прилавке рыбная продукция во всем ее разнообразии. Слабосоленая, копченая рыбка, рыбные консервы и краб просто глаза разбегаются. Могут гурманы прикупить к столу и другие продукты. Например, сыр. Его изготовлением занимается частная сыроварня, перерабатывают молоко собственного производства. При этом у животных свободный выпас на пастбища. И это не полный перечень секретов вкусом. У каждой головки сыра есть своя люлечка. Некоторые созревают в льняных, некоторые в марлевых, пропитанных солью. Это необходимо для созревания именно головки. И для того, чтобы она набирала именно те полезные свойства, которые необходимы. Помимо сырных изделий можно приобрести и мясные. Впервые базар «Дивный дар» привез в Саранск копченое мясо. Здесь тоже есть из чего выбрать. Сало, грудинка, ребрышки, колбасы, а также рулетики с начинкой на любой вкус. Изготовлением занимается частная ферма. Но и на этом гастрономическое удовольствие не заканчивается. Для ценителей лесных даров есть и грибы. Сушеные белые, лисички, маринованные, соленые, а также грибная смесь. У нас два поставщика – Алтай и Карелия. Грибочки именно делают для нашего заказа. То есть это все производится именно… Оно не ждет на складе. Лента производит именно под заказ. Поэтому мы за качество наших грибов не краснеем. Уже в первый день из желающих приобрести вкусные товары выстроилась очередь. Покупатели отмечают качество и богатый выбор. Ведь продукцию по вкусу здесь точно сможет найти каждый. Что покупаете? Чабычу. Холодное, горячее копчение. Печень. Нравится? Ну, если бы не нравилось, то как бы. Конечно, нравится. Что взяли сегодня? Лисички взяли. Почему решили грибы взять? Жена как раз перед этим сказала, ну как мне хочется белых грибов. Базар «Дивный дар» пробудет в Саранске ровно неделю. Так что есть время порадовать себя и своих близких вкусной продукцией. Валерия Новикова, Станислав Семин. Народные новости. 19 апреля – день, когда свой праздник отмечают правовые подразделения МВД России. Накануне прошел конкурс на звание «Лучший по профессии» среди сотрудников органов внутренних дел. В чем заключалась их задача и кто же одержал победу? Расскажем далее. Правоохранителям нужно было пройти конкурс, который состоял из нескольких этапов. Важно было хорошо знать законодательство, нормативные акты. А также показать свое умение, проводить экспертизы правовых актов, готовить их проекты, заполнять модули по учету и сопровождению документов. Решали участники и практические задачи. А в тире определили того, кто самый меткий и кто правильно пользуется оружием. Внимание. Ногой! А в спортивном зале участники конкурса смогли продемонстрировать свою физическую подготовку и то, как они владеют боевыми приемами борьбы. Результаты порадовали. Все справились хорошо, но тройка лидеров все равно определилась. Лучшей по профессии стала юрисконсульт отделения МВД России по Рузаевскому району Ирина Киржаева. Впереди ее ждет всероссийский конкурс профессионального мастерства среди сотрудников правовых подразделений, где она будет представлять республику. Валерия Новикова, Народные новости. Спорт, жизнь. 19 апреля на стадионе Мордовского педагогического университета состоялся мастер-класс от Олимпийского совета для школьников. Ребята смогли попробовать себя в легкой атлетике. Подробнее расскажут Анастасия Кулагина и Владимир Надькин. Олимпийский совет не в первый раз проводит мастер-классы по разным видам спорта. 19 апреля ученикам школ Саранска представилась возможность опробовать свои навыки в легкой атлетике. Вовлечением ребят в мир спорта были заняты заслуженные тренеры Российской Федерации. Программа мастер-класса включала в себя дисциплины, которые необходимы во всероссийских соревнованиях. Шиповка юных – это соревнование, которое проходит в каждой школе, в каждом районе. То есть самый начальный этап у нас проводится при школах нашей республики – и сельских, и городских школах. Дальше идет отбор на республиканском уровне. Дальше уже выходят лучшие на всероссийский. И в последние годы была такая тенденция, что снижается уровень подготовки юных спортсменов, именно по шиповке юных. И вот сегодня мы решили улучшить качество. Сначала небольшая разминка, а затем бег с низкого старта, бросок метательного снаряда, прыжки в длину и высоту. Технику показывали и объясняли профессионалы, ну а затем школьники применяли ее на практике. Отдельная задача мастер-класса – воспитание будущих педагогов по физической культуре. Для студентов это уникальная возможность посмотреть, как работают с детьми опытные тренеры. Факультет физической культуры – единственный факультет в нашей республике, который готовит по высшему образованию педагогов по физической культуре, ну и вообще специалистов области физической культуры. Подобные мастер-классы, они очень актуальны для наших выпускников. Они помогают еще раз просмотреть методику обучения тем или иным двигательным действием. Дети получили заряд положительных эмоций и мотивацию к занятиям спортом, а студенты – ценные профессиональные знания. А значит, все намеченные цели мастер-класса достигнуты. Анастасия Кулагина, Владимир Надькин – Народные новости. На этом у меня все. Далее вас ждет прогноз погоды. В студии была Евгения Байбикова. Оставайтесь на нашем канале. До встречи.